Сегодня в мире отмечают Международный День Детей Больных Раком. В Казахстане ежегодно этим недугом заболевают более 400 детей. Около 40% из них это лейкоз или заболевание крови. Только в Алматы на учете состоит свыше 2000 подростков. Некоторые сейчас проходят лечение в Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии. Десятилетний каусар в мае прошлого года был поставлен диагноз лейкоз. С тех пор девочка как год борется с болезнью. Ее состояние значительно улучшилось после химиотерапии. Это придало уверенности в полном выздоровлении. У подростка много планов. Она хочет стать врачом и спасать онкобольных, говорит ее мама Каусар. Именно гематолог полкскелет. Она хочет быть как врачи в этом институте, а именно гематологом. Сейчас постоянно говорит об этом. После окончания лечения я хочу отвезти дочку в Турцию. Хочу повторно обследовать ее. А после возвращения нам еще предстоит полуторагодовалая химиотерапия в нашей стране. Специалисты говорят, что у несовершеннолетних помимо лейкоза часто встречается рак головного мозга и почек. В Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии проходят лечение 11 детей. А так как сегодня Международный день детей с онкологическими заболеваниями, коллектив института решил устроить им сюрприз. Институт всегда поздравляет наших детишек, проводим для них праздники. И, конечно, поддержать самих детишек и, конечно, их родителей. Ежегодно только в этом учреждении химию и лучевую терапию проходят более 2000 несовершеннолетних. Каждый пациент получает лечение в течение полутора месяцев. Для этого используется новейшее устройство для томотерапии. Таких аппаратов 8 по всему миру. И один из них находится у нас в городе. После выздоровления дети находятся под наблюдением врача в течение пяти лет.